Светлана Тутова Гонки за успехом и деньгами, за славой и признанием. Часто это заканчивается упадком сил и злостью. Так вот, Светлана Тутова – коуч, энергопрактик и человек, который умеет почувствовать, когда пора остановиться, чтобы не уйти в энергетическую яму, и как восстановиться, если вы все-таки в нее попали. Когда-то мы вместе приехали в Сургут. Жили в одних и тех же балках и деревянных домах. Открывали месторождения, возводили ворота города и храмы. Время выбрало нас, чтобы построить этот потрясающий город. Мы с вами – его история, его настоящее и его будущее. Мы вместе. Компания «Сиппромстрой». Доброе утро. Я очень рада начать сегодняшний день в вашей компании на этом завтраке замечательном. Да, как сказала Катя, она давно меня уже зовет. И, наконец-то, я созрела. Меня зовут Светлана Тутова. Я коуч, ведический астролог, ведущая психологических игр. Коучинг я, как и многие психологи, коучи, пришла из своих эгоистичных, можно сказать, целей для того, чтобы разобраться, улучшить свою жизнь, достигать своих целей. И мой путь начался, когда я еще работала главным бухгалтером. Главным бухгалтером я работала 12 лет. И когда я начала применять на практике все эти техники, которые получила в школах коучинга, это различные тренинги, которые я прошла на протяжении уже 10 лет, я увидела, как начала меняться моя жизнь в первую очередь. Я стала более счастливым человеком, удовлетворенным жизнью. И мне было непросто принять решение уйти из найма, уйти из такого насиженного места, стабильного места, хорошей зарплаты, прекрасного руководителя, с которым до сих пор поддерживаем отношения. У меня был прекрасный коллектив, но я почувствовала, что могу больше. И на сегодняшний день мое финансовое планирование, мой финансовый потолок зависит от меня, и мой график тоже зависит от меня, что мне несказанно нравится. В общем, я нисколечки не жалею и желаю вам тоже достигать своих целей, делать правильный выбор, нужный для вас выбор. Об этом мы сегодня как раз поговорим. Коучинг — это слово пришло к нам из английского языка, переводится как тренер. Несмотря на то, что всё это открыли в Америке, на самом деле всё это уже давно-давно практикуется. Это некие такие жизненные истины, которые помогают жить и улучшать свою жизнь. И одна из техник, которую мы сегодня разберём, она была придумана французским учёным-философом, который жил и работал в 17-м аж веке. Поэтому, несмотря на то, что коучинг — достаточно новая дисциплина, работает она уже давно и применяется в жизни тоже давно. Коучинг — это система, которая взаимодействует на положительный результат, направлена на положительный результат. В отличие от психологии, от психотерапии, где разбираются с травмами, с прошлым опытом, коучинг работает с будущим опытом, с тем, что вы хотите получить, к чему вы идёте и к чему вы хотите прийти. Можно привести такой пример, что если человек не умеет ездить на велосипеде и хочет научиться, он приходит к психологу, и психолог ему говорит, «Давай разберёмся, когда последний раз ты пробовал сесть на велосипед? Что тогда произошло? Вспомни свои ощущения, почему у тебя не получилось?» И они возвращаются в прошлый опыт и пробуют разобраться, что же тогда произошло, какая травма была получена, почему он не смог сесть и поехать. Если человек приходит к коучу и говорит, «Я не умею ездить на велосипеде, но хочу научиться», коуч ему говорит, «Садись, будем пробовать, едь, я буду рядом и буду тебя поддерживать. Если вдруг ты упадёшь, я тебя поймаю». В чём сила коучинга? Сила коучинга в нужных вопросах, которые, как правило, мы не задаём себе в повседневной жизни. Наша повседневная жизнь наполнена бытовыми вопросами, бытовыми разговорами, бытовыми нуждами, потребностями. И очень редко мы сталкиваемся с коучинговыми вопросами и с умением действительно задавать себе правильные и нужные вопросы. Поэтому человек, который приходит впервые к коучу, он часто зависает и часто впадает в ступор от таких вопросов, которые как раз помогают докопаться до сути, увидеть истину. И в процессе как раз ответов на вопросы у человека возникает нужное сознание и видение картинки его жизни, ценности. И, как говорится, когда у нас есть вопросы, у нас появляются ответы. Нет вопросов – нет ответов. Можно сравнить нашу жизнь как поход в ресторан. Мы приходим в ресторан и нам приносят меню. Мы делаем выбор, что мы сегодня позавтракаем или пообедаем, может быть, поужинаем. И часто в жизни мы делаем неосознанный выбор, который спровоцирован нашими эмоциями, страхами, сомнениями, желаниями избежать чего-то более худшего, убежать от проблем. И это можно сравнить с неосознанным выбором, как будто бы человек делает выбор, не глядя в меню. Он говорит официанту – я доверяю вам, порекомендуйте мне что-то вкусное. Или, например, открывает меню, но выбирает по картинке. Не смотрит название блюда, что там в составе. И, соответственно, когда ему приносит официант его заказ, он очень удивлен. А я это не заказывал, а я хотел другое. И у него такие ощущения неудовлетворенности. Он рассчитывал получить одно, а получил другое. Или, например, он вегетарианец, а ему принесли такое коре-ягненка или там рульку-ножку. Случалось ли у вас в жизни, когда вы заказывали что-то в своей жизни из меню, не глядя? Под эмоциями, под страхами. И когда вы получали результат вашего выбора, было такое – что это? Я этого не хотела. Поднимите руки, у кого такое было? Вообще, насколько легко вам делать выбор в жизни? Я сейчас не говорю о повседневном выборе, который на завтраке или что-то такое, молоко в магазине. Я говорю о важных, серьезных жизненных событиях. Насколько легко делать этот выбор? Поднимите руки, кому вообще легко? Да, замечательно. Я думаю, что вы бы не пришли, если бы это было так. И осознанный и неосознанный выбор. Вот осознанный выбор – это когда человек приходит в ресторан, он знает, сколько это стоит, что это ему по карману, что он не будет удивляться, когда принесли счет с шестизначными цифрами. Он не будет удивляться, когда он вегетарианец или не ест глютен, а ему принесли там булку или карея и гненка. Он знает, из чего это сделано, он знает, сколько это стоит, он знает, что ему это, скорее всего, понравится, и он знает, чего он хочет. Вот так и в жизни. Когда мы знаем, чего мы хотим, когда у нас есть видение, картинки нашей жизни, нам легче делать выбор. И, соответственно, когда мы не знаем, чего мы хотим, мы делаем неосознанный выбор под эмоциями. Очень часто в коучинге это еще называется «морковка сзади и морковка спереди». И большинство людей, 90%, возможно, даже больше, делают выбор, исходя из состояния «морковка сзади». «Морковка спереди» — это когда я вижу цель, и несмотря на препятствия, я понимаю, как я буду к ней идти. И «морковка спереди» — это и есть моя цель, к которой я иду. «Морковка сзади» — это какие-то трудности, это страхи, это сомнения, это желание поскорее закрыть кредит, например, поэтому я буду делать вот этот выбор. Или еще, например, девушка делает выбор выйти замуж за этого молодого человека, потому что ей не хочется жить со своими родителями. С таким тоже часто встречаюсь. И это называется «морковка сзади». «Морковка сзади» — она как раз провоцирует неосознанный выбор, когда я не знаю, что я хочу, но я знаю, чего я не хочу. И вот от этого я хочу убежать любыми способами. А какой результат уже получится, это уже другое. И не всегда результат, очень даже часто он нас не удовлетворяет. это не то, чего бы мы хотели, не то, на что мы хотели рассчитывать. Вот именно поэтому мы сегодня поговорим о том, как принимать решения, исходя из своих целей, и чтобы результат был удовлетворяющий нас, чтобы мы были довольны нашим выбором и, соответственно, последствиями этого выбора. Существует пять причин, которые усложняют нам выбор, делают его, делают принятие решения более сложным. И первая причина — это жадность. Банально, да, это когда оба варианта одинаково классные, одинаково выгодные, одинаково хорошие. И тогда человеку особенно сложно сделать выбор. Выбирать между Феррари и Мазерати, ну, наверное, очень непросто. А выбирать между Ладо, Калино и Феррари гораздо проще. Поэтому жадность, наше желание получить больше, это естественная человеческая потребность, закрыть свои базовые потребности и хотеть ещё больше, ещё больше, ещё больше. Усложняет наш выбор. Второе — это когда человек не видит и не понимает конечный результат. Что он получит, сделав этот выбор, приняв это решение? И тогда он начинает ещё больше сомневаться, метаться, у него нет понимания, понимания, нет видения конечной цели. Третье — это недостаток информации, чтобы проанализировать. Например, человек устраивается на работу, у него есть два предложения, и там и там у него недостаточно, человек не потрудился, например, собрать информацию о работодателе, о месте, куда он собирается трудоустраиваться. Потому что устройство на работу на самом деле не только работодатель выбирает работника, но и работник выбирает работодателя, и он тоже может наводить справки, узнавать, хочет он туда идти работать, трудиться или не хочет. Ну и, соответственно, когда недостаток информации у него нет, ему ещё труднее сделать выбор, сложно. И четвёртое — это особенности характера. Есть люди по природе своей менее уверенные, соответственно, они менее уверенные во всём, и в том числе в своих решениях. Люди-сомневаки, которые переспрашивают, перезванивают, сомневаются, советуются постоянно с подружками, с мамой, с мужем, с коллегами. «А как ты думаешь? Посмотри, а вот как лучше!» Им очень сложно сделать выбор самой. Сказать, «Да, я так хочу, и я выбираю вот это». И когда люди сомневаются, тем самым они немножко, а может быть даже и не немножко, перекладывают ответственность за принятие выбора на других людей, на своих советчиков, так скажем. И кто советуется? Кто много советуется? Поднимите руки. Это нормально, особенно для девочек. Девушки более сомневаются в своих решениях. Если у мужчин как-то больше уверенности по природе заложено, то у женщин подружки, советы — это естественно. и пятый, конечно же, пятый пункт — это страх потерпеть неудачу. Страх всё, что будет всё гораздо хуже, чем сейчас. Зачем принимать это решение? Вдруг будет ещё хуже. Страх, так скажем, осохатиться. Как принимали решения наши предки? Я три основных таких варианта включила в эту презентацию. это гадания на ромашке, что до сих пор практикуется в жизни многих людей. Это гадалки, шаманы, маги, экстрасенсы, которые процветают, потому что всегда есть спрос, всегда есть желающие, всегда есть люди, сомневающиеся, неуверенные, боящиеся сделать выбор, ну и, соответственно, желающие переложить ответственность за своё решение на человека, который скажет вот в 2022 году тебя ждёт прекрасное событие, например, переезд или покупка машины, и человек такой, да, прекрасно, всё, до 2022, можно спать спокойно, ничего не делать, вселенная там сама всё разрулит. Сейчас это очень модно полагаться на вселенную, я не против, я сама очень люблю вселенную, но при этом я за то, чтобы делать определённые действия, шаги на пути к своим целям и не забывать слазить с дивана периодически. Вот, есть определённая категория людей, которая желает переложить ответственность на вселенную, на гадалок, на шаманов, на экстрасенсов. Гадания по случайной странице книги. Кто практиковал, знаете, когда открываешь книгу, там ответ на твой вопрос, и ты его можешь применять к себе, интерпретируешь. Это такая интересная практика, особенно, если подходить к этому всему не буквально, не так, что так. В книге написано, что он поехал за 3-9 земель в 3-9 царство, в 3-10 государство. Значит, и мне нужно собраться и поехать, там меня ждет удача. Нет, не буквально, а подходить к этому метафорически. Метафора очень хорошо работает в психологической практике, в психологии, и людям помогает как раз-таки увидеть такой небанальный ответ на свой вопрос путем интерпретации и предположения, как это относится сейчас ко мне, как это полезно лично мне, и что же для меня такое 3-9 царство, 3-10 государство, и зачем мне туда ехать, и что я могу там получить. Кто еще, у кого еще какие варианты? Вот я пока говорила, вспомнила, что еще есть гадания на кофейной гуще. Орел и решка, подкидывание монет. На карту. Таро, да? Что это такое? А еще какие варианты? Там лапкой потрясти какой-нибудь, лапкой мышки. Вариантов на самом деле много. Людям вообще свойственно верить в чудеса, верить в сказки, это заложено еще с детства в нас. И это прекрасно сохранять своего внутреннего ребенка, уметь радоваться жизни, верить в чудеса. Но важно не забывать, что у нас есть разные социальные роли, и особенно для мужчин, когда у него социальная роль отец, муж, руководитель, например. Не забывать, что есть очень такие интересные практики, которые вот одну сейчас мы разберем, пришла к нам из 17 века. Она вроде бы древняя, но не про кофейную гущу. Называется квадрат Декарта. Ее автором был Рене Декарт, не знаю, насколько правильно я произношу это имя, французский философ, ученый, математик, механик, физик, очень много у него регалий, очень, видимо, был классный специалист своего дела, и исходя из этого можно увидеть и понять, что коучинг, он включает в себя очень много методик, очень много знаний, которые собирались годами, которые столетиями даже, и применялись на практике, и помогали людям улучшать свою жизнь, достигать своих целей, результатов, желаний, идти к своим мечтам и становиться счастливее. Вот эту практику мы разберем с вами на практике, потому что все три техники мы не успеем на практике применить, но вот эту самую такую популярную, знаменитую в коучинге мы разберем. Поэтому можете приготовить свои заметочки и вспомнить те решения или выборы, которые вы возможно давно хотели сделать, но по какой-то причине не решаетесь сделать этот выбор и принять это решение. Эта техника выполняется желательно на листе А4, можно на листе блокнота разделить на четыре части. Нужно разделить лист на четыре части, и первая его часть это левая верхняя будет что случится если это произойдет. Если я приму это решение, если я скажу да в пользу этого выбора, что произойдет, что случится, и начинайте перечислять все, что приходит в голову, все ответы на свои вопросы. Чем больше, тем лучше. Второе это верхний правый угол, что случится, если это не произойдет. И также начинайте перечислять, чем больше, тем лучше. Все, что приходит в голову, записывайте, фиксируйте все ваши мысли. Нижний левый угол это что не случится, чего не произойдет, если я скажу этому да, если я выберу это решение. И также записывайте, фиксируйте свои мысли и все, что приходит в голову на эту тему. И последний, нижний правый угол это чего не случится, если это не произойдет. Многих это ставит фраза, этот вопрос ставит в тупик, два раза повторяющие не и мозг немножко взрывается. и также записывайте, фиксируйте все то, что приходит в голову на тему вашего вопроса, на тему именно вашего решения. Сейчас попробую привести пример. Например, у человека существует бизнес, который ему не приносит доход уже какое-то время, и перед ним стоит выбор закрыть этот бизнес, продать возможно этот бизнес, как-то избавить себя от этих вложений или продолжать вкладываться, тянуть, развиваться, что-то сделать по-другому, новые инвестиции, новые вливания, новые вложения. Это очень важный выбор на практике показывает, что многие сталкиваются с этим, многие столкнулись с этим, особенно в пандемию, когда в марте нам всем объявили самоизоляцию, еще где-то месяц-два у многих существовали бизнесы, а потом встал такой вопрос, особенно когда это маленький бизнес, и соответственно нет запасов, чтобы его финансировать. Попробую привести вам пример на этой технике. например, человек ставит себе вопрос закрыть бизнес, продать бизнес, избавиться от этих лишних вложений. Что случится, если это произойдет? Давайте вместе накидываем варианты, что случится, если он все-таки закроет бизнес, либо продаст его? Станет больше свободы. Новый бизнес. Да. Новые возможности. Новые возможности, больше времени. еще. Бездоходный. Избавиться от проблем. Если он его умудрится выгодно продать, то еще и появятся деньги на новые, возможно, новый бизнес, открытие нового проекта. Еще, может быть, какие варианты, что случится? свободного времени. Больше свободного времени. Голова не будет времени. Да, станет меньше стресса, избавиться от проблем. Еще, еще, может быть, у мужчин обычно рождаются очень интересные мысли, может быть, есть что-то? Делитесь. Не затянет до перспективы. Новые перспективы. Новые перспективы. Отлично. Второй вопрос. Что случится, если это не произойдет? Если он все-таки так и не решится сказать этому стоп, если он будет продолжать продолжить. Погрязнет долгах. Еще. Возможно, публикует взбросит новых возможностей продажу квартиры, машины. Возможно, потеряет потери квартиры, залоговая недвижимость, автомобиль. Есть такое. Уже нужны какие-то принимать правильные решения по поводу того, как ему развивать этот бизнес. Либо станет еще хуже, либо нужно принимать какие-то решения по развитию этого бизнеса. Возможно, станет еще хуже, либо придется мобилизовать все силы, средства и как-то пытаться реанимировать то, что есть. Что не случится, если это произойдет? Накидывайте варианты, у вас отлично получается. Какой? А можно погромче? Банкротство не случится. Да, не случится банкротство и он останется со своим жильем, со своей машиной и, возможно, не попадет в тюрьму. Такое тоже случается. Да, да, случается, к сожалению. коллекторы, да. Что еще не случится? Нервного срыва, нервного срыва, психиатрической больницы, антидепрессантов, да, идем дальше. Семья не потеряет, кормится папу. Больших долгов, да, больших долгов, стрессов. и что не случится, если это не произойдет? Чего не будет, если он этот выбор не сделает, если это решение он не принят? Нового опыта. Нового опыта. Перемен не будет, отлично, перспектив. есть еще вариант? Да, когда мы что-то меняем, когда мы отказываемся от старого, очень часто у нас появляются возможности для нового опыта, для новых действий и открытия новых перспектив, в том числе и в плане доходов. Меньше включительных составов не приносящих курицей. Спасибо вам, что вы так классно поучаствовали, и сейчас я вам предлагаю набросать варианты у себя в заметочках на свой вопрос и найти решение того, чего вы возможно давно откладывали. Попробуйте хотя бы несколько вариантов набросать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Бывает такое, что мы думаем, какая интересная техника, попробую ее потом, закину ее в закладки, увидела, например, где-то, не знаю, на просторах интернет, закинула в закладки и побежала дальше по своим делам. Какая вероятность, что к этим закладкам человек вернется и сделает? Давайте по-честному. Очень-очень-очень маленькая. Поэтому у меня часто бывает такое, что я что-то в Инстаграм выкладываю, какие-то техники, какие-то методики коучинговые, и потом, когда я говорю о них же на личных консультациях или на тренингах, многие, кто подписан на меня в Инстаграм, они даже их не видели или говорят, да, точно помню, ты выкладывала, ты писала, но я в закладки положила, думала, сделаю, но так и не сделала. Поэтому у нас сейчас была задача просто попробовать, просто посмотреть, как это работает. Но и, конечно же, применить это в дальнейшем, взять это себе на вооружение и применять потом в жизни. Будет очень полезно. Я в этом уверена. Когда-то мы вместе приехали в Сургут. Жили в одних и тех же балках и деревянных домах. Открывали месторождения, возводили ворота города и храмы. Время выбрало нас, чтобы построить этот потрясающий город. Мы с вами его история, его настоящее и его будущее. Мы вместе. Компания СИП-Промстрой. Следующая методика называется проверка на реальность. Очень такая интересная методика это прожить свой день понарошку. Так, как будто бы ты уже приняла это решение. Сделал выбор в пользу вот этого варианта. с вечера набросать себе план. Например, у вас два или три варианта выбора. Если два варианта, то у вас будут два дня понарошку. Если три варианта, то у вас будет три дня понарошку. И, соответственно, с вечера прописать себе план, как бы ты жил, какие бы решения применял, что бы происходило с твоей жизнью, если бы ты выбрал вариант А. И, соответственно, утром просыпаемся и очень сильно прислушиваемся к себе. Включаем такой внутренний наблюдательный пункт. слушаем свои ощущения, свои эмоции, внутренний отклик тоже. Всё это наблюдаем, слушаем. Живём обычные свои будни. Главное, что нельзя делать, это совершать уже шагов конкретных, да, для реализации выбранного плана. мы пока ничего не делаем, мы просто наблюдаем за собой и своими ощущениями. Мы как будто бы себе внутри решения принимаем, приняли внутреннее решение, что да будет так и живём следующий день как бы так сказать под флагом этого решения и слушаем свои ощущения, наблюдаем за собой. На следующий день мы точно так же проживаем вариант Б, тоже слушаем свои ощущения, наблюдаем за собой свои эмоции, подмечаем всё. Даже внутреннее раздражение может быть возникает от определённых решений. И соответственно к вечеру у вас набирается определённый багаж для анализа, что можно, над чем нужно подумать, что проанализировать. Если у вас было два варианта, вы два дня так практикуете понарошку, три, значит три. И в конце этой методики, например, в конце третьего дня или в конце четвёртого, в зависимости от того, сколько у вас было вариантов решений, вы садитесь и анализируете свои ощущения, то, как вы думали, то, как вы чувствовали, что вами двигало, и уже исходя из этого, у вас такая есть помощь для принятия решения. Такой ваш внутренний маяк, который, соответственно, ведёт к следующим вашим важным главным целям. Вопрос? Давай. Что значит прожить этот день в этом году? Понарошку. Понарошку. Что это значит? Допустим, у меня стоит выбор, пойти на эту работу или на эту. То есть я должна встать, сделать шёстку, как на эту работу, накраситься или штыриком. Благодарю тебя за вопрос. Да, конечно, ты не будешь стоять под дверью одного места работы в первый день и под дверью второго места работы второй день. Это всё логично. Нет, ты слушаешь свои ощущения. С вечера ты говоришь «да» этому решению. Ну, например, я не знаю, куда ты собралась? Я не знаю, куда ты собралась. Ну, например, на тему переезда. Это проще и это понятнее многим из сургутян. Это то, с чем я сталкиваюсь на, не знаю, больше 50% своих консультаций. Хочу переехать не знаю, куда, не знаю, когда, не знаю, что мне для этого нужно продавать квартиру или сдавать. И там очень-очень много каких вопросов. Переезд очень многим понятен, близок. Давайте его разберём. Например, переезжать, ну, пусть будет, в Таиланд, предположим, что у нас границы открыты, а второй вариант в Сочи. Ты с вечера сегодняшнего дня говоришь себе, что я принимаю решение переезжать в Сочи. И проживаешь следующий день под флагом, как будто бы ты приняла это решение. И ты ходишь, живёшь обычной своей жизнью, но ты наблюдаешь свои ощущения, ты продумываешь, ага, так, мне нужно продать квартиру, не продать квартиру, собрать вещи где-то. ты уже начинаешь, твой мозг направлен в ту сторону, в сторону Сочи, в сторону переезда. Следующий день ты с вечера себе говоришь, Таиланд, всё, окей, железно, точно, решили. И, соответственно, с утра ты проживаешь свой день под флагом переезда в Таиланд и слушаешь свои ощущения в голове. Фрэш делать не обязательно. Да. Можно я выскажу мысль по поводу вопроса девушка задавала? Конечно, можно, да. Вот стоит выбор на эту работу поделена, мне кажется, здесь будет актуальна именно сбор информации о работодателе, коллективе, зарплата, удалённость от города, какие-то рабочие моменты, графики, это же всё важно. И если вы соберёте, к примеру, информацию об одном работодателе о другом, у вас уже будет какое-то представление о рабочем дне, как вы туда едете, ваш рабочий день, как вы добираетесь назад, что вам удобнее будет, как быстрее. Это очень отличная такая рекомендация и очень благодарю вас за вашу мысль, но я её рекомендую делать чуть раньше. Сначала сбор информации это очень важный пункт, это обязательный, я бы сказала, пункт. И уже исходя из собранной информации, как раз когда вы будете проживать день под флагом этого решения, у вас мозг будет об этом думать. Ага, здесь я буду ездить на вахте, а здесь мне через дорогу перейти. В другом городе то же самое. В другом городе то же самое, да. Сначала собираем информацию, а потом проживаем под флагом этого выбора, этого решения. Третья методика у нас как раз она очень короткая, но очень-очень важная, потому что без неё никуда. Это сверка координатов. Представить систему координат, может быть, карту местности, задать себе вопрос, где я, некая точка А, где моя цель, моё желание, моя мечта. Можно даже визуально представить на карте удалённость. Может быть, тут рукой подать, а может быть, очень долго и далеко идти. И, соответственно, задать себе вопрос, как далеко я от своей цели. И задать себе ещё несколько очень важных вопросов. Три. моё решение, мой выбор меня к моей цели приближает? Моё решение, мой выбор меня от моей цели отдаляет? Или оставляет меня на месте? Всё. Это такая простая техника, но она очень важная, потому что можно разбирать квадрат, можно разбирать вторую технику. Если у вас нет метод, как раз таки вашей главной основной цели, это бесполезно, потому что важно понимать дальнейшее видение, к чему мы идём, к чему вы конкретно идёте. Эта техника подходит тем, у кого есть цели, мечты, желания. Если их нет, то, конечно, рекомендую их иметь, потому что это интересно, к чему-то идти. не просто делать действия ради действий, а видеть тот самый маяк, ту самую цель впереди. Для кого-то это даже свет в конце тоннеля, у всех разные ситуации и разные обстоятельства жизненные. И тут приведу такой пример. Как-то ко мне обратилась клиентка с вопросом, что ей предложили работу. И у неё куча сомнений, потому что и хочу, и не хочу. С одной стороны, хотела свободный график, работу на себя, открывать ИП, а тут такое заманчивое предложение, что делать? И когда я ей задала как раз вопрос, этот выбор, он тебя к твоей цели приближает, и самый такой был ответ, а какая у меня цель, а что я хочу? А вот не знаю, давай с этим и разбираться. Это то, с чего нужно начинать. Понимать, чего вы хотите, к чему вы идёте, и постоянно эти координаты сверять. Не важно, какую вы технику делаете, не важно, на какой деловой завтрак вы ходите, либо тренинг, очень рекомендую сверять свои координаты. И после полученных знаний или посещения определённого мероприятия задавать себе вопрос, это приблизило меня к моей цели, оставило на месте или отдалило. Потому что мы сейчас живём в век информации, очень много тренингов, очень много марафонов, я сама их все люблю и прохожу, но иногда это превращается в такое поедание информации, когда у нас потом не сварение, я не знаю, что с этим делать. потрачено много денег, потрачено много времени, хватал и там, и там слушал, а это приблизило к основной цели или оставило на месте. Если подытожить, вот эта практика, она очень важная, рекомендую себе брать на заметку эти вопросы, применять. Я вам желаю, чтобы вы были так сказать осознанными и принимали нужные верные решения, которые приводят вас к вашим целям, улучшали свою жизнь и радовались жизни, были счастливыми людьми. Иначе смысл. Когда-то мы вместе приехали в Сургут. Жили в одних и тех же балках и деревянных домах. Открывали месторождения, возводили ворота города и храмы. Время выбрало нас, чтобы построить этот потрясающий город. Мы с вами его история, его настоящее и его будущее. Мы вместе. Компания СИППРОМСТРОЙ. СИППРОМСТРОЙ. Субтитры создавал DimaTorzok